В Сочи заместитель председателя правительства России, губернатор Краснодарского края оформили документы для посещения матчей Кубка Конфедерации по футболу. В Олимпийском парке открылся офис, где выдают специальные карточки. Точно такие же получат все болельщики, которые приедут на турнир. Вот паспорт болельщиков. Дает возможность сегодня при наличии билета посещать футбольные матчи, ездить по стране между городами бесплатно, пользоваться услугами транспорта бесплатно внутри города, проведение. Дает возможность проходить российскую границу без визы. На Кубок Конфедерации, по словам Мутко, продано 300 тысяч билетов. Турнир стартует 17 июня и пройдет сразу в нескольких городах – Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. В Олимпийской столице заканчивают подготовку трех тренировочных баз. Это полноценные футбольные поля с натуральным газоном. Сегодня их осмотрели Виталий Мутко и Вениамин Кондратьев. По словам губернатора Кубани, регион летом полностью готов как к наплыву фанатов, так и туристов. В Сочи завершился детский турнир по футболу, посвященный финалу Кубка России. Сражались две сочинские команды из Центрального района и Адлерского. Победили ребята из Адлера. А после на стадионе Фишт прошла финальная игра Кубка России по футболу. В схватке сошлись Екатеринбургский Урал и столичный Локомотив. Это уже третий тестовый матч на обновленной арене. Локомотив выиграл благодаря голам Игоря Денисова и Алексея Миранчука со счетом 2-0. И в седьмой раз в своей истории завоевал главный трофей. Продолжение следует...